тадам доброго времени суток друзья сегодня в нашей передаче сначала я хотел это озвучить как передачу мастерская да и повторить тему сравнительные вот небольшое сравнение или анализ разных самодельных судов которые я вот конкретно строил и у меня есть опыт и возможно это будет первая серия или статья не знаю нас первая серия строительства то есть скоро через несколько месяцев буквально вот там откроется навигация и пруды у нас оттают хотя ничего не замерзали но будем так говорить что откроется навигация и можно будет попробовать спустить самодельную лодку на воду какую делать я до сих пор не решил хотя чуть-чуть материалов на ту и на другую на третью есть немножко вот есть вот помещение достаточно теплая и есть опыт строительства сейчас я оставил с прошлого раза оставил табличку для того чтобы еще раз пробежаться по ней и сравнить ну и сделать какой-то выбор пользу что что как строить то есть для чего вам это нужно просто я хочу проиллюстрировать ход конструкторской мысли или ход самодельщика вот мысли самодельщика то есть за и против разных разные вот эти условия как бы за и против разных моделей моделей самодельных лодок существует на самом деле немного выбор тоже как бы нерти плюс все серьезные лодки мощные там достаточно и большие которые требуют регистрации на сегодняшний день вот я ознакомился с интернет публикациями там все не просто то есть вам самодельную лодку могут и не зарегистрировать прежде чем строить большой большое судно или большой корабль вот для самодельщиков да там который требует обязательной регистрации нужно проконсультироваться в гимсе чтобы не получилось как обычно то есть построила потом начинаются хождения но нужно этот вопрос сразу урегулировать мы сейчас говорим о судах или о судах которые не требуют регистрации то есть их вес ни о чем там до 100 килограммов вот соответственно и грузопольемности требования там безопасности такие уж катастрофические и требовать и требования к снабжению тоже небольшие вот обратимся внимание на табличку табличка у меня вот такая вот даже вот выставил табличка вот табличка у нас была но получилось как бы прошлый раз получилось сумбурно сейчас я более конкретизировал все во первых мы рассматриваем модель джон бот то есть вот самая первая наверху вот это вот это джон бот почему потому что у него простые обводы и все просто никаких там ничего нет но это самая массовая модель такая которая делается для любого случая она подойдет джон бот трехметровый то есть вот я написал здесь три метра это важный момент потому что когда строишь больше что-то и дальше там немного по-другому то есть мы говорим о том что конструкция трехметрового джоника будет проще и допустим а там определенные детали допустим толщина там рейка все это всякое разное то есть все эти детальки они другие если вы будете строить 6 метровый или какой-то там дур машину под 30 сильный мотор это будет другая общая конструкция и требования будут другие к ней поэтому сейчас мы говорим о самом маленьком иначе нам не сравнить вот эти показатели привет а три метра но я как бы строил из опыта вам скажу три метра чуть-чуть маловато буквально вот уже 350 джоник 350 идет намного лучше чем допустим 275 то есть вот эти вот буквально 60 70 сантиметров влияют на ходкость и вообще то есть как бы на но в основном на вот эти вот скоростные качества это понятно чем длиннее и уже судно вот именно и узкое судно тем она лучше идет по воде и то есть там закон сейчас не буду вспоминать чтобы не ошибаться то есть в любой книжке пом для начинающих она это все описано то строил значит у нас есть показатели вес допустим цена работы кузовные работы как говоришь автомобилисту до работы по созданию кузова вот какие условия эксплуатации и еще опыт строительства и безопасность самого конечного продукта значит строил я три лодки разных то есть вот первое у меня это лодка из пенопласта экскрузированный пенополистирол вторая лодка классическая это будет фанера и 3 уникальная это лодка из сотового поликарбоната вот значит по весу вес вернее сначала мы рассматриваем какие у нас условия эксплуатации очень важный момент не в этом строительстве не переборщить это очень такой момент интересный значит сотовый сотовый карбонат мы не можем переборщить потому что он сделан из листа этого карбоната это лодочка и и все то есть мы не можем его там усилить добить фанеры еще чем-то поэтому здесь будет минус стоять ну потому что но это мое частное мнение исключительно лодка из сотового поликарбоната какая бы она ни была хорошая и красивая все-таки не предназначена для тяжелой эксплуатации то есть ее акватория это пруд какой-то небольшой там залив речка без камней просто ровная тихо то есть тихая ровная вода никаких там супер порогов никаких супер ну то что подвергается настоящему при настоящей такой серьезной эксплуатации сумма этому точно нельзя единственное что ее можно использовать как каяк или как вот судно если у вас есть хорошая лодка большая то это будет просто разъездная но это тоже теория опыт всего одной такой лодки короче в эксплуатации он никак и соответственно вы не можете его наращивать с одной стороны то его минус в другой стороны то его плюсик маленький то что не нужно каячиться и думать дальше лодка из фанеры это вообще классика здесь лодка лодку вот это вот условие эксплуатации и вес а и вернее цена этой лодки они очень взаимодействуют между собой поэтому вы можете захреначить буквально то есть извините за простоту урожения то есть сделать из вот такую трехметровую лодку я видел фотографии проекты других людей которые делали делают лодку из восьмерки фанеры зачем почему не знаю но делают такая вот толщина вес там слой стеклоткани и так далее так далее получается дикий вес и детей и дикая цена на самом деле то есть для пруда такая лодка не нужно вот поэтому здесь нужно смотреть смотрим на самые простые то здесь будет фанера допустим три миллиметра это повлияет троечка то есть тоненькая понятно потом и лодка из пенопласта она я строилась пятидесятки то есть пять сантиметров толщина но и сотки уже как бы дорого получается из пятидесятки она как бы ни туда ни сюда очень и получается у нее внешний вид поэтому берем пятидесятку и простые условия эксплуатации а здесь у меня есть ну 10 миллиметров толще и его искать где-то надо этот конечно магазине продается как выпусками в крупных магазинах вот значит при вот таких показателях и при эксплуатации около берега да там при небольшой волне можно можно вот такое строить потом дальше опыт строительства это как карте снизу начал лодка из пенопласта как неожиданно неожиданно потребовала опыта строительства то есть нужно уметь обрабатывать детали нужно наклеивать стеклоткани уметь это мы говорим о серьезной лодке из пенопласта то есть для взрослых не баловство там пеной обмазывают а именно нормальная лодка то есть стеклоткани подсидка получается нужен большой неожиданно нужен большой опыт строительства здесь фанерная лодка поменьше опыт строительства нужен даже столе как столе на уровне там раньше в советское время на уроках труда дети работали строили ящички всякие табуретки табуретка очень сложно кстати простые простые навыки то есть малкой пользоваться почистить там где-то что-то ровненько электролобзиком выпилить ровно детали то есть они в чистую собираются потому что технология шеи склеить всем известно но и опыт наклеивания стеклоткани здесь здесь практически опыт вообще не нужен вот здесь вот только я не знаю как нам к этому относиться тряпочкой кломастер давайте сделаем вот так там не требуется опыт будет минус здесь тоже опыт тоже минус а здесь строительство сотового поликармата опыт не ну просто внимательность это другой вопрос дальше работ вес значит поразительный вес значит то экспериментальная лодка у меня просто других данных нету вот одна примерно в их вышло 3 метра 12 килограмм это это очень хороший показатель практически так как надувная лодка то есть я и вот одной рукой поднимал безнапряжно но то что 12 килограмм вы можете поднять напишем ну 12 на 32 килограмм вот здесь пишем два килограмма на один погонный метр о вот здесь дальше лодка из фанеры джоники которые строят именно из трех миллиметровой вот как в проектах написано безнаборная лодка 3 миллиметра получалось примерно 10 10 килограмм на погонный метр сразу разница вот такая вот 10 килограмм на погонный метр вот такая разница а лодка из пенопласта практически было еще по моему тяжелее врать не буду потому что мы здесь я мерил лодку из фанеры я мерил вы поняли то есть я мерил по частям они у меня разборные были то есть я мог на весы поставить и померить одну деталь секцию здесь она целиковая но я думаю что она была еще больше то есть но напишем 12 килограмм не знаю на погонный метр вот примерно такие такие показатели и вот эти показатели пенопластовые лодки и лодки из фанеры они зависят исключительно от условий эксплуатации и еще от вашего старания есть люди которые начинают стараться так что там ну потом вот это вот лодка из пенопласта ее можно оклеить несколькими слоями можно пол заклеить там несколькими слоями стеклоткани потому что я уже рассказывал лодка сигма по моему ли омега товарища никифорова и везде там печатали и сейчас печатают в интернете полно это этого проекта вы когда станете на лист пенопласта он у вас прогнется коленками встанете ну то есть в лодку коли на колене ставите вас там будут ямы от ваших коленок что нужно делать вы либо будете делать фанерный пол либо заливать это клеем 1 пенопластовая лодка я клеем заливал так я ушло вы вдумайтесь цифру ведро клея то есть 10 литров клея ушло на трехметровую лодку цена и просто было у бабошина откровенно потому что я ее укладывал укладывал там у меня по моему не было стеклоткани я ее укладывал стекла стеклохолстом стеклохолст он очень тонкий не очень маленькая плотность там что 40 грамм на квадратный метр вот поэтому если вы будете все это обклеивать 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 она у вас будет во первых золотая то есть цена этой лодки вот это ее минус огромный а если вы поклеите как вы хотите то это будет уже называться не лодка из пенопласта очень момент интересный а стеклопластиковая лодка то есть вы берете пенопластовый корпус и в качестве болвана вот этот балла наклеиваете несколько слоев стеклоткани и у нас получается полноценная лодка из пенопласта стеклопластиковая лодка но тогда у вас со всеми вытекающими проблемами и трудностями то есть нужно будет гель-коут искать то есть это между эпоксидной смолой и краской там слой он белоснежный красивый им шлифуют и вот делают настоящие лодки то есть это все покупается это все продается в интернете заказывается и делается это серьезная трудоемкая лодка она требует очень большого опыта строительства у меня есть там какие-то статьи вначале особенно на платформе дзен там можно посмотреть вот эти вот моменты там закладные как делаются все все серьезно то есть это взрослая серьезная лодка но проблема с регистрацией нужно узнать можно ли зарегистрировать цена дальше фанера фанера у нас в условиях вот сейчас 2021 год заканчивается фанера подорожала раза в четыре в три но подорожала вот прямо сейчас буквально полчаса назад и смотрел это троечка уже если раньше я ее брал это была тройка рублей 300 стоило лист поэтому его можно было там купить несколько листов лобзиком распилить и собирать сейчас что-то может тысячу рублей стоит не знаю на лист 4 удивился эпоксидка я точно знаю тысяча рублей литр а вам сюда нужно несколько литров и у вас это джунник тоже выйдет недешевым получается тоже минус если вы хотите недорого сделать то есть что значит дорого недорого вы сможете сделать ту лодку которая вам нравится но заплатить за нее так как допустим заплатить за пвх-шку бушную которая там 20 тысяч стоит может быть она вам дешевле конечно обойдется это фанерка трехметровая но чувствуете дальше лсп сотовый поликарбонат я уже вложил в него у меня лист лежит просто я могу камеру повернуть показать но потом лист лежит карбоната десятки десять миллиметров я дал за него полгода назад там летом больше но полгода уже лежит 3000 рублей то есть я уже вложил 3000 еще палочек и брусочков на тысячу рублей примерно но я их еще не купил но думаю что куплю ну и все то есть и он это лодка я планирую обойдется мне допустим в пять шесть тысяч трехметровая то есть здесь будет дороже но лучше по качеству что пеноплач что фанера понятно что это будет лучше но здесь цена в плюс потому что плюс еще какой есть работы по кузову называемые ты их называют то есть вот эта сборка оклейка умение владеть стекла ткань не продается метражом та которая нужна но самая дешевая там сегодня стоит 60 рублей погонный метр раньше она стоила 30 рублей вот сюда нужно примерно 10 метров ну и везде здесь метра по 10 на куски вот читайте то есть 600 рублей стеклоткань но и 10 литров там 8 еще момент такой неоднозначные вот что фанера что неоднозначные здесь работы по кузову по кузову они связаны с гилькоутом я ни разу его не покупал ни разу не делал но я расскажу про прямо что на эпоксидку простая краска вот просто краска помогать сверху ложится плохо некоторые краска вообще никак не ложится не высыхает вообще вот а некоторые увлажаться вот надо искать краску и краской мазать уже гилькоут это для моря там для реки для чего-то ну для серии если серьезно устроить а если не серьезную для пруда или речки там чтобы на рыбалку сгонять на ней почему еще трехметровый джумбот он идет как автоботы как он называется автобот короче на крыше машины водит вот это я вожу на крыше машины поэтому у меня большие ограничения и по размерам и по весу дальше самая известна самая легкая конечно это фанерка если делать для себя такую по серьезному здесь в сотовом поликарбоната работ по кузову нет то есть он готов единственное чем я то есть для него это плюс соответственно и денег нет потому что здесь везде нужен электроинструмент шлифмашины руки которые умеют шлифовать и делать чтобы красиво все было вот тут ничего не надо конструктор композитная лодка из композита собирается готова все единственное что я хотел бы сделать сотовом поликарбонате это попробовать ее оклеить пвх пленкой рекламной но это такой редкий случай вот у меня есть куски ее много потому что у меня соседи рекламщики а если у вас его не и нет то надо довольно таки дорого стоит смысл один и тот же то есть заклеить каким-то покрытием чтобы она не портилась и соответственно куски у меня разных цветов я могу там что-нибудь красивое сделать дальше из всего что здесь есть то есть вот здесь пока еще один есть момент серьезно это безопасность это вернее самое важное безопасность значит самая безопасная лодка собранная правильно хорошо будет у нас пенопластовая это понятно это самый большой плюс потому что эта лодка сама по себе поплавок то есть вплоть до того но я так не думаю не пробовал вплоть до того что у меня были проушены везде в лодках из пенопласта кто может посмотреть как она крепится продаются промышленные такие ушки короче вы можете взять карабинный поезд и прицепиться к ней если вы не умеете плавать или у вас там проблема какая-то то есть даже если пополам разорвет или там будет пробой вот такая вот кусок борта там вырвет этого пенопластового вы никуда не денетесь для вас это плод даже если все разломается фанеры посложнее с фанерой нужно делать блоки плавучести ну соответственно тоже этот уходит помещение или как пространство лодки съедается за счет того что нужны блоки плавучести если здесь лодка из пенопласта почему их стал делать из пятидесятки или делают без набора то есть нету поперечных никак никаких поперечных наборов шпангоутов там тем более нет ничего такого вообще просто корыта из пенопласта зато мне можно спать в полный рост то есть спать вещи все просто у лодки из фанеры так как я ее обычно делаю секционку то есть ну лист просто полтора на полтора вот или секции можно делать полутора метровые там будут присутствовать наборы поперечные но их немного там допустим для трехметровой лодки ну к примеру это будет один один набор но он нужен потому что я пробовал безнаборно делать фанерную лодку она хлипкая получается вот такой вот как бы так вот охотно ходит то есть хлипкая корыта получается вот но csp то есть сотового там по любому нужны какие-то ну набор не набор но будет какая-то какие-то палочки досточки будут вставлены туда вот пока так значит из безопасности если вы сделаете правильно лодку то она будет безопасной она легкая прочная то есть оклеенная даже эта троечка все равно будет оклеенная стеклотканью она достаточно прочная то есть ее можно там волокоть как-то нормально сезон у меня отъездил без проблем вот тоже хорошая лодочка но нужно блоки плавучести дальше сотовые ну я поставлю маленький плюсик потому что сама обшивка то есть нужно ее аккуратно использовать то есть про пробив дырку ты получаешь пробоину настоящую но я планирую уложить в пол потом мы будем я потом буду снимать про устройство как я придумал эту лодку из сотового поликарбоната в пол или там какие-то места будут вкладываться все-таки листы из пенопласта по любому потому что просто плыть на куске пластика который абсолютно то есть пробивается там ножом или дыркой дырку делать можно из чего угодно довольно таки опасно можно топляк поймать и там остаться и еще есть момент такой о безопасности у нас мода на моторы значит только фанерная лодка будет эксплуатироваться под бензиновым мотором на самом деле но в силу своей прочности хотя можно и лодку из пенопласта тоже эксплуатировать смотря как вы сделаете закладные сама конструкция вот но и все собственно по всем вот этим параметрам на сегодняшний день экономически проще сделать композитную такую лодку из сотового поликарбоната она будет легкая вот и недорогая хотя эксплуатационные качества конечно не известны я эксплуатировал всего там два часа на примерно не могу сказать может ради этого стоит строить и и попробовать как долго она может эксплуатироваться вообще сколько она прослужит вот ну и все три вот этих лодки которые строил все три конструкции эксплуатируется под электромотором вообще на ура вот длины трех метров я уже сказал не хватает если вы хотите чтоб она двигалась со скоростью там 7 километров в час я пробовал по шпс можно делать длиннее то есть хотя бы три с половиной на почему вот я ограничивал вот это вот 3 3 метра потому что у нас но пока в россии я вот смотрю трех пилят трех метровые доски поэтому цельную конструкцию пенопластовая будет она будет меньше трех метров ну то есть меньше трех метров потому что потом придется наращивать борта последнюю лодку которая строилась пенопласта там так и получилось то есть что вы выиграли вот у меня товарищка для которого мы делали лодку что он выиграл от этого то есть на удлинив лодку на 20 сантиметров непонятно а вот стыки в дереве делать это трудоемкая вещь поэтому я делаю либо кусками то есть либо на сборная спина пласты я пробовал сборную делать получается к это жуткая конструкция абсолютно не надежно потому что вам нужно состыковывать вот эти вот вот так вот первая переборка 2 вам нужно состыковать вот здесь вот получается узел или место где она может лопнуть или сломаться нужно понимать что мы тут взрослые люди сейчас современные не килограмм по 100 ну в среднем весят то есть у вас будет вес если вы сядете в нее втроем 300 килограмм вместе со шнурдиком совсем с электромотором который весит 68 килограмм плюс сколько автомобильный аккумулятор то весит примерно 16 килограмм и вас получается 30 килограмм я грубо считаю это только мотор с аккумулятором и там еще что-то двигатель вас 30 килограмм это не бензиновый электрический и понеслась все остальное снасти рюкзаки банка воды там пару канистр и вас получается что вы загружаете ту лодку вот эту трехметровую она у вас должна держать примерно 300 килограмм примерно так и есть то есть мы пробовали втроем загружались электромотор в принципе вот высота борта у меня была борт сам борт был 42 сантиметра но мы потом рассмотрим этот вопрос принципе он погружался почти почти наполовину то есть над водой торчало 20 сантиметров глубоко уходил вот и все вот такая тема интересная размышляете думать это вот мой личный опыт строительства то есть первая самая лодка которая делала из пяти камер то кстати была легкая надежная но непрактичная то есть пять камер от камаза или там 4 пускай камеры ну то есть ряд получается камер каждая камера надувается в диаметр метр десять то есть вот получается метр десять шириной и 4 и один в нос и от легковушки делал чтобы так вот у нас был от легковушки вставлял камеру и шил шкуру руками вручную там неделю или две нами не вспомним то есть вручную сшивалась шкура из мешков из-под сахара из полипропилена это было смешно но она была интересная сама конструкция у меня получилось интересно и единственное к чему я пришел к выводу почему здесь и и и даже не рассматриваю толку она получилась как поплавок вот если взять там 8 или 10 камер от камаза сделать шкуру накачать их у вас получится здоровенный катамарам который то есть нужно будет пол делать и на нем можно кататься но это уже там на несколько человек взрослых людей палатка там и так далее такие катамараны есть но они скорее всего раньше были потому что сейчас проще стали делать и надежнее из металлических бочек то есть берут бочку там не знаю про это даже брать не буду как это делается какие-то уголки и вперед ну и все вот такая простая тема эта тема я надеюсь будет предъявлять или мое начинание строить лодку из сотового поликарбоната следующие уже там передачи будем думать над конструкцией то есть я уже кое-что придумал но получится это реально кто знает но лист уже лежит все всем пока